В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день ноября с погоды. В Карачаево Черкесии местами осадки в виде дождя в горах со снегом. Ночью и в первой половине дня в отдельных районах сильные осадки с порывами ветра до 25 метров в секунду. На реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. В горах сход селий малого объема. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 0,5. В горах до 5 градусов мороза, а днем плюс 4, плюс 9 и местами до плюс 3. В Черкесии ночью сильный дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 3,5, днем 7-9 градусов тепла. В Республике проходит неделя борьбы с диабетом, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с этим заболеванием. И сегодня в нашей студии гость детский врач-эндокринолог Наргиза Шамсова. И в эти минуты в нашей студии она расскажет моей соведущей Белли Джозаевой о типах сахарного диабета и о том, как жить с этим заболеванием. Доброе утро всем. Доброе утро, Ангиза Амелия Кузьевна. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и вновь пришли к нам в гости проконсультировать нас, наших зрителей. Существует сейчас большая проблема касаемо сахарного диабета. И как один из самых лучших и опытных детских эндокринологов, вы как никто другой разбираетесь и знаете эту проблему. И сегодня я хочу у вас спросить, какого вида сахарный диабет чаще встречается у детей и у подростков? Чаще у детей и подростков встречается сахарный диабет первого типа. На втором месте это сахарный диабет второго типа. Сахарный диабет первого типа причина это абсолютная недостаточность инсулина, который вырабатывается клетками поджелудочной железы. Мама жалуется, когда ребенок много пьет, частное мочеиспускание, потеря в весе, слабость, быстрая утомляемость. И при обращении к врачу, при обследовании выставляется сразу сахарный диабет первого типа. Начало диабета яркое, манифестное, поэтому тут трудностей в постановке диагноза нет. На втором месте встречается сахарный диабет второго типа. В некоторых случаях выявляется он случайно, когда родители обращаются с жалобами у ребенка на избыточный вес, повышенное давление. И тогда может быть выявлен этот вид сахарный диабет второго типа, то есть случайно, при котором идет относительная недостаточность инсулина. В основном эти два типа у детей. А как лечится сахарный диабет? Сахарный диабет первого типа лечится инсулинотерапией. Есть традиционная инсулинотерапия, но многие дети в нашей республике, они находятся на помповой инсулинотерапии. Это очень удобно, это быстро у ребенка компенсируется заболевание. Поэтому сейчас очень много деток уходят на помповую инсулинотерапию. То есть уже дети не делают эти инъекции инсулина, которые совершаются при традиционной инсулинотерапии, которые делают инсулин 4-5 раз в сутки. Я вот у вас спрашивала, как-то вы сказали, что профилактики сахарного диабета нет. Но если вот поставили этот диагноз, как людям, деткам жить с этим, где обучаться жить с сахарным диабетом? Хочу оговориться, что профилактики сахарного диабета первого типа нет. А профилактика сахарного диабета второго типа есть. Как я сказала уже выше, это, конечно, придерживаться нормальной массы тела и вести здоровый образ жизни в плане питания, физической активности. Но если установлен ребенку сахарный диабет первого типа, идет обучение уже в школе диабета. У нас в республике имеются две школы диабета, которые первая находится на базе детской больницы многопрофильной. И вторая школа для подростков с 15 до 18 лет на базе республиканской больницы у нас в городе Черкесск. Где обучаются принципам самоконтроля, принципам питания, как и когда вводить инсулин. В зависимости от еды, в зависимости от сахара крови, который ребенок видит на глюкометре перед едой. В общем, всем принципам обучаемы дети, обучаются. Я благодарю вас за такую полезную и нужную информацию. И желаю вам успехов в работе. И пусть у нас будет поменьше больных деток. Спасибо вам огромное, что пригласили. Спасибо. Спасибо. Новый информационный день продолжает свое обещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести. Северный Кавказ», затем программы «Русская редакция». В 14.30 «Вести. Карачаево-Черкесия» с Аллой Динаевой. Всем удачной пятницы, приятных выходных и до встречи в эфире. Продолжение следует...